Ну вот тоже, готовясь к эфиру, посмотрела статистику, очень интересно, что по статистике, например, HeadHunter, сервис поиска работодателей и работников, один из самых популярных, отмечу, аккаунты потенциальных работников в соцсетях просматривают аж 76% компаний. На самом ли деле это так? На самом ли деле сейчас перед тем, как взять человека на работу, в его соцсети заглядывают? Что оценивают? На что обращают внимание? Действительно, это так. В социальные сети заглядывают и с каждым днем все больше работодателей начинают использовать этот ресурс, чтобы собрать дополнительную информацию о кандидате. Плюс к тому социальные сети становятся площадкой для поиска кандидатов, которые могут не только закрыть функционал, но и подойти по ценностям компании. Поэтому есть еще и другие исследования, я тоже готовилась к нашему эфиру, и помимо исследования HeadHunter, еще нашла интересное исследование площадки WorkUA, и там действительно тоже подтверждается примерно такой же процент работодателей, который просматривает и с помощью этой дополнительной информации принимает решение, подходит кандидат или нет. А вот на что все-таки обращают внимание? Что смотрят? Фотографии, аудиозаписи или просто наполнение страницы? На что обращают внимание? Смотрите, здесь на самом деле нет такого универсального ответа. Каждый рекрутер из той или иной отрасли в подборе того или иного специалиста просматривает разные вещи. Но всегда это первое – соответствие данных из резюме, которые можно найти и подтверждение им в социальных сетях. Например, фотография, возраст, места работы, образование. Чем еще хорошо просмотр социальных сетей? Тем, что там можно посмотреть, чем действительно интересуется потенциальный кандидат. На собеседование и в резюме может кандидат указывать, ну, скажем так, социально желаемую информацию. А в социальных сетях, где за ним, как он думает, никто не следит, он может делать какие-то посты, он может ставить лайки, через которые можно сделать выводы, чем он интересуется. То есть даже настолько, что ему нравится в соцсетях, поэтому можно оценить, может быть, какие-то составляющие человека как специалиста. Да, можно поставить гипотезы. Конечно, это будет не стопроцентная достоверность, да, потому что есть некоторая тенденция, что знающие, да, люди, понимающие, для чего они ведут социальные сети, они формируют некий образ. И вот здесь, конечно, будет здорово, если кандидат, который вот этот образ формирует, чтобы он соответствовал тому образу, который ищет работодатель. Образу профессии, образу должности, образу специалиста той сферы, в которую он хочет попасть. Но помимо дополнительной информации, работодатели могут смотреть, что постит кандидат. Это могут быть какие-то либо личные, слишком личные сообщения, либо много негатива, либо это профессиональные какие-то комментарии, разборы, аналитика. И это будет дополнительным весом при принятии решения в пользу кандидата. Вот я смотрю, что нам ставят сердечки. Дорогие телезрители, зрители в соцсетях, подключайтесь. Ответьте нам на вопросы, вот можете прямо сюда в трансляцию написать. Насколько вы знали об этом, когда, может быть, устраивались на работу? Насколько вы обращаете внимание на то, что у вас на страницах? Можете ли вы сейчас сказать, что вот да, наверное, мне бы хотелось следить за ней? Или вам кажется, что на самом деле это не так важно? Нам важно тоже слышать ваше мнение. Вот первый вопрос, кстати, уже пришел. Давайте по ходу отвечать. Нужно ли вообще показывать личную жизнь на своей странице, если твоя страница – это инструмент, в том числе для того, чтобы найти удачное место работы или продвигаться по карьерной лестнице? Замечательный вопрос. Я хотела на него отвечать в ходе своего рассказа, но это такой вопрос предупредил, да? Смотрите, если вы с помощью социальных сетей планируете продвигать себя как эксперта, как профессионала, как человека, строящего карьеру, то лучше личного характера какие-то сообщения, посты публиковать только для друзей, то есть с ограниченным просмотром. Если публиковать на весь интернет всю свою личную жизнь, то вряд ли это расскажет о вас как о профессионале, как о человеке, который может выполнить ту или иную функцию, а может быть даже слишком интимная информация и оттолкнет работодателя. Поэтому если формируете аккаунты для карьеры, для продвижения своей карьеры и своего профессионализма, экспертизы, лучше, конечно, чтобы это было, скажем так, соответствовало образу профессии. Продолжение следует...